так у нас сегодня с вами встреча будет чтение бхагавадгиты и те кто никогда не читал бхагавадгиту это такое тоже священное писание так она выглядит бхагавадгита как она есть и для меня бхагавадгита это очень удивительная книга в переводе санскрита переводится как песнь бога и для меня на такое очень удивительное произведение как любое священное писание но конечно же дает глубину понимания этого мира того что от нас хочет господь того как нам надо сонастраиваться когда мы говорим что есть законы природы это означает что есть законодатель и законодатель не такой суровый какой-то знаете такой рассерженный старик который думает сейчас всех в рай леват там я не знаю суть судья нет это очень удивительный друг который больше чем мы хочет чтобы мы встретились действительно не просто верили в него есть он там нет его действительно развивали в себе божественные качества характера и знаете как вот птицы одного крыла держатся вместе вот там где вороны там лебедей очень мало на самом деле вот и говорится что материальный мир это место где господь служит нам а духовный мир это там где мы служим господу и когда мы с вами сонастраиваемся так чтобы нас интересовало а что хочет от меня сегодня господь как я могу быть полезен как я могу быть его руками как я могу быть его теплом как я могу быть его любовью как я могу быть его сердечностью да вот в таком случае у нас с вами уже здесь материальном мире возникает духовный мир вот это так мыслит жители духовного мира а мы с вами учимся таким образом мыслить и для этого мы с вами читаем священное писание и вот сегодня я выбрала стих кстати сказать с 1 августа у нас я еще в конце об этом скажу с 1 августа у нас начинается шестой набор багавадгиты где мы будем изучать совместно багавадгиту причем мы изучаем ее в рамках вот как знаете настроение института прикладных духовных технологий то есть мы изучаем священное писание для того чтобы лучше понять как действовать в той в той обстановке в той моей жизни в которой я живу с теми задачами которые у меня есть вот таким вот образом мы вносим привносим наставление священное писание в нашу жизнь и учимся им следовать и вот когда могут встречаемся с вами так изредка для того чтобы читать багавадгиту а я беру какой-то стих и вот этот стих мы пытаемся немножечко раскрыть понятное дело что это знаете это как посмотреть замочную скважину на что-то . очень огромное вот но даже вот этот взгляд через замочную скважину он дает настроение дает вкус и дает интерес и желание там продолжить изучать перед чтением багавадгиты обычно вообще сейчас я прочитаю благоприятные молитвы которые на санскрите которые прославляют учителей прославляют всех преданных господа я принесу им свои поклоны и вы мысленно можете тоже если вам есть учителя вас принесите им тоже свои поклоны буквально в переводе это молитва означает что я был рожден во тьме невежества но учитель открыл мне свет знания и потом мы принесем поклоны господу богу одно из имен господа васудева это тот кто пронизывает каждое творение вот ему принесем поклоны и затем мы с вами прочитаем стих ом агьян тимиранда сья гьяна джана шалакая чакшурун милитам ена тасмай шри гуравэна маха шри чайтанья манобиштам стапитам ена бутале сваям рупах кадамах ям дадати сва падантикам хэй кришна каруна синху дина бандху джагат пате гопеша гопика канта радха канта на мосту тэ тапта канчана гаурамге рады в риндаване швари ври шапхану сута дэви пранамами хари прие ванча калпатарубяшча крипасинху пьевача патитанам паваны бьё вайшнаве бьё намо намаха джай шри кришна чайтанья праву нитянанда шри адвайта гададхара шри ва садигора бхактавринда харе кришна харе кришна харе кришна харе 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 рама харе рама 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 харе 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 кришне вон харе мы сегодня с вами читаем 14 текст из второй главы бхагавадгиты который называется краткое изложение бхагавадгиты санскрит матрас паршасту каунтея шитошна сукхидук хада адамам паянон нитьяс тамас титикшана баратам перевод стиха о сын кунти счастье и горе приходят и уходят сменяют друг друга как зима и лето они возникают соприкосновения чувств с объектами восприятия у потомок бараты поэтому нужно научиться терпеливо переносить их оставаясь невозмутимым интересно очень часто люди говорят сколько вообще что творится в мире куда бог смотрит да то есть мы у нас есть такая идея что если бог есть то он должен нам сделать беспроблемное существование здесь сам господь говорит нет 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 подожди счастье и несчастье будут приходить в жизнь как зима и лето то есть это будет постоянная перемена почему потому что нам нужно научиться терпеливо переносить это все проявляя свои лучшие качества потому что представьте себе если вы тренируете спортсмена и не даете ему тяжести вы не даете ему трудности вы не даете ему чтобы у него наращивалась его сила его дух наращивался то какого вы спортсмена вырастить то есть просто лентяй можно и так вот создать ему комфортные условия что было все прекрасно распрекрасно и тогда да я понимаю бог есть да еще нет все равно тоже тоже кажется что то он как-то недостаточно мне бы не беспокоиться мог бы вообще еще то лучшее сделать да почему у нас вообще разные климатические условия есть а почему разные то почему разное это все время кажется что на чужом лугу трава зеленее а здесь бхагавад гита говорит нет разные будут условия у каждого причем у каждого то есть у каждого свое очередование это зимы и лето у каждого из нас свое чередование счастье и несчастье для одного человека то что кажется несчастьем для другого даже незаметно это и так вот эта способность наша тренироваться и способность наша проявлять терпение проявлять смирение проявлять свои лучшие качества потому что когда у вас все хорошо то улыбаться в общем то ну естественно правда же быть умиротворенным когда все умиротворенное вокруг это нормально но мы с вами неземноводные то есть земноводные то в зависимости от того какая снаружи снаружи температура такая же температура у меня внутри но теплокровный человек у него надо поддерживать умение 36 и 6 всегда вот сейчас в мире творится серьезнейшая эпидемия которая так или иначе будет менять наше сознание и какая-то часть людей будет сползать внутри самого себя то есть будет становиться хуже чем есть на самом деле а какая-то часть людей будет становиться лучше лучше добрее смелее бескорыстнее то есть когда вокруг вот так вот трясет то так или иначе какая-то часть людей поймет что мне надо прекратить думать о себе не нужно научиться помогать другим есть те кому хуже и вот таким образом сейчас через разные катаклизмы через разные проблемы через разные болезни то есть фактически нас прям все человечество поднимают на другой уровень то есть сейчас идет такая серьезная серьезная перестройка нашего сознания и почему именно в это время особенно важным становится услышать что нам говорит господь через все священные писания что нам говорят учителя что нам говорят святые люди и чему-то начать следовать разумеется у каждого есть свои сложности свои особенности и нам нужно научиться помогать друг другу первым делом конечно же ожидается что мужчины которые призваны заботиться об обществе они призваны заботиться о детях о женщинах о стариках о всем социуме мужчины они должны взять серьезную ответственность но это очень удивительная вещь но женщины в такое время потому что женщина по своей природе мать и мать и мать она способна пережить любое лишь бы ребенку было лучше и поэтому сейчас женщины они так очень тоже поднимаются сплачиваются вот и то есть это как раз таки о том как здесь говорится счастье и горе приходят и уходят то есть и вот это испытание она тоже уйдет то есть ничего не будет материальном мире вечного знаете что здесь и вечное вечная здесь только любовь потому что любовь это энергия не материального мира и мы путаем часто любовь с вожделением с привязанностью и так далее любовь как а энергия духовного мира она на самом деле очень сильно трансформирует человека ответьте пожалуйста на вопрос может ли любой быть без смирения может ли любой быть без терпения может ли любой быть без способности прощать может ли любой быть без без склонности к бескорыстной деятельности может ли любой быть без дружбы может ли любой быть без уважения может ли любой просто сама по себе прийти а вот этого всего не быть нашей жизни и мы понимаем что нет Но скажите, пожалуйста, а как нас будут проверять на те или иные качества? Как понять, смиренный вы или не смиренный? Как понять, терпеливый вы или нетерпеливый? Как понять, можете ли вы уважать человека или нет? Как понять, можете ли вы прощать человека? И каждый из вас понимает, что для того, чтобы понять, нужно пережить, пережить ту или иную ситуацию, пережить счастье, потому что некоторое им счастье голову так вскруживает, что человек полностью теряет адекватность в жизни. Несчастье пережить, да? Пережить, когда тебя предали и когда ты можешь простить. Пережить, когда тебя ранили, а ты это пережил. И вот вся эта жизнь со всеми её событиями, она на самом деле ведёт нас по этому пути. И каждый из нас, очень важно, чтобы он становился лучше. И так здесь говорится, нужно научиться. Сам Господь говорит. Он не говорит, я приду, ты меня кричи погромче, я приду к тебе и уберу тебя, все эти испытания. Нет, он говорит, нет, нет, нет. Нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Что же это за качество такое? Невозмутимость. Возмущаться мы умеем просто, согласитесь, у нас не то, что проводят какие-то семинары о том, как надо возмущаться. Нет, мы это с вами умеем. Мы умеем проявлять жадность без обучения, мы умеем проявлять хитрость без обучения, мы умеем проявлять гневливость без обучения, мы умеем проявлять раздражительность, требовательность. Все это мы умеем делать. А вот научиться не возмутимости, а научиться терпеливости, вот это задача. Задача для зрелого человека. Ребенок не может, он просто... Я помню, когда у меня сын маленький, он говорил, хочу картошку, и я начинала чистить. Он, когда же будет картошка? Он не мог понять, что нужно ее почистить, порезать, пожарить. То есть есть какой-то процесс. Он просто требовал, хочу картошку, почему ты мне не можешь дать сейчас картошку? Так вот, в каждом из нас что-то должно созреть, и для всего есть время. А порой мы просто не переносим это время, и мы нетерпеливы, когда у другого это не получается. Но когда из нас что-то вытряхивает, мы говорим, ну как, я не могу же так быстро это сделать. И вот, помните, как у Маяковского, жить единым человечьим общежитием. Нам нужно с вами научиться этому. Надо научиться нам жить, не деля просто людей по расовым признакам, по цвету кожи, по религии, по разрезу глаз, по достатку и так далее, да. Нам нужно понять, что мы с вами на самом деле все тут братья и сестры. Но это возможно понять только когда какая-то часть людей, не все сразу, какая-то часть людей будут практиковать доброту и бескорыстие. Знаете, как меня очень потряс пример, когда британцы, колония была Индия у них, и когда Махатма Ганди, он решил освободить Индию, причем он решил освободить, используя принцип Ахимсон, насилие. И когда солдаты шли со штыками и с оружием, на эти штыки одевали гирлянды. И, ну, просто представьте себе, вы идете убивать, а вас встречают с цветами. Дело в том, что у каждого из нас есть в сердце доброта у каждого, абсолютно у каждого. Даже у самого отъявленного негодяя, вот где-то глубоко в сердце, потому что мы с вами все дети Бога, вот очень глубоко, под завалами, под бетонами, под какими-то, я не знаю, чем, да, но там есть. И вот когда им одевали эти гирлянды, причем самим индусам было страшно, им тоже хотелось схватиться за оружие, но они так доверяли Махатму Ганди, что они одевали это, и сердце дрогало у британских солдат, они сказали, что мы не можем не стрелять, мы не можем колоть человека, который нам идет с цветами. И вот какая-то часть людей, когда научатся идти вот с этим добром, какое бы оружие на вас не направлялось, какое бы несчастье не приходило, какое бы счастье на голову не сваривалось, а мы все равно будем идти, вот это называется научиться жить по Священному Писанию. И говорят, если 3% населения научатся так жить, то в мире во всем воцарится гармония. Но если мы будем говорить, пусть эти 3% будет кто-то другой, а я буду вот эти 97%, то, к сожалению, вот так вот мы и не можем начать вот таким вот образом жить. Итак, сейчас я включу комментарии, буду отвечать на ваши вопросы, но еще раз прочитаю стих. О, сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето, а не возникает от соприкосновения чувств с объектами восприятия. О, потомок Бараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимыми. Это лишь один из стихов Багавадгиты, как она есть. Видите, здесь очень много закладок. Я сейчас у своих друзей, они тоже это изучают. И я так радуюсь, что они выписывают кучу там каких-то закладок, каких-то пометок и так далее. И все о Багавадгите. Это очень замечательно, когда люди изучают это. И не просто изучают, а руководствуются в своей жизни. Я знаю, что здесь есть те, кто изучает так же глубоко Коран или Библию. И это очень здорово. Очень здорово. Все священные писания, они прекрасны. И все искренние последователи священных писаний тоже прекрасны во всех традициях. Но есть те, кто просто гордятся названием. Христианин, мусульманин или еще кто-то. И просто разделяют других людей. Вот, это не очень красивая по идее. Поэтому мы с вами будем учиться. Учиться быть единым человеческим общежитием. И это не должно быть уравниловка для всех. Никогда не будет так, что будет какая-то одна религия. Никогда не будет так, что будет только гладиолус расти. Слава Богу, что есть одуванчики и розы. И есть незабудки малюсенькие такие. Потому что, в конце концов, это Господь. Он любит единство и разнообразие. Вот это то, что важно. Сейчас я включу ваши комментарии. И вы можете задавать вопросы. Мы не будем долго с вами сидеть в эфире. Потому что наша задача что-то взять. И в этом направлении начать мыслить, начать медитировать, начать смотреть на мир через эту призму. И если вам это нравится, вот такое настроение, то я вас еще раз хочу пригласить. С 1 августа у нас начнется новый набор по изучению Багаудгиты. И будем очень-очень рады видеть вас там. Спасибо вам большое. Ваши жесты намасте. Вот этот жест, очень многие сейчас люди его используют. Это означает, я приветствую Бога в твоем сердце. И когда мы вот так приветствуем друг друга, это тоже жесты смирения, принятия и почтения, благодарности. Вот такой очень удивительный жест. Вот. Спасибо вам большое за ваши благодарности. Есть ли у вас какие-то вопросы, комментарии? Как научить детей терпению, особенно сейчас? Здесь детей очень, ну, как бы достаточно сложно, потому что у них эмоции, у них разум еще не сильно развит. Для начала нужно себя обучить терпению. Как говорил Толстой, детей воспитывать не надо, надо воспитать самих себя. Поэтому с детьми очень важно разговаривать, ну, просто с ними говорить так, чтобы почувствовал он и на эту сторону встал, и на эту сторону, хотя ребенку очень сложно с этим. Вот. Поэтому маленьких детей мы переключаем внимание, вот, а старшими детьми просто разговариваем с ними и рассказываем ситуации в своей жизни, как порой нам было непросто терпеть, но как в конечном итоге это превращалось во что-то очень ценное и стоящее. Сколько будет стоить обучение? Это будет за пожертвования. Вы знаете, у нас 99% проектов и 9 десятых у нас за пожертвованиями. Пожертвования — это вот насколько ваше благодарное сердце, вот вы ровно столько хотите и отдаёте. У нас очень много кураторов, практически все, они живут на пожертвованиях. Это наш учитель сказал, как работают законы жадности, вы знаете, а вот как работают законы бескорыстия, вы не знаете, познавайте. Вот мы уже больше 10 лет познаём, как работают эти законы. Я помню, как-то у нас просто промырялась крыша в нашем институте прикладных духовных технологий, и у нас не было ни копейки, просто ни копейки так получилось. И интересно, что буквально именно в этот день один человек из Турции, он нам пожертвовал большую сумму денег, такое обычно не бывает. Обычно пожертвования люди думают, ну вот то, что мне не нужно, вот это и есть пожертвование. То есть мне не жалко 200 тенге, там, я не знаю, 100 рублей. Вот это пожертвование. Пожертвование, знаете, как будто ты с медной кружкой, и тебе в неё какие-то копейки бросают. Это не пожертвование. Пожертвование – это благодарное сердце. Так вот, у этого Турка оказалось такое благодарное сердце, что нам хватило ровно на то, чтобы покрыть крышу. Представьте себе, вот именно в этот день. И самое интересное, что в эти дни, пока мы перекрыли крышу, не было дождя. Но как только мы перекрыли крышу, ливень полил. Господь, Он всё вот устраивает. Я не люблю свою маму, она сейчас больна. Чувствую вину, на любви нет. Так случилось, что делать? Ну, первое, что важно, ну, хотя бы на уровне разума, понять, что человеческая форма жизни, она очень редкая, очень редкая. И для того, чтобы мы с вами получили эту жизнь, должны были из миллионов комбинаций сложиться одна уникальная. Это наш папа и наша мама. И я по-другому не могла появиться на свете. Вот это единственная была возможность. И поэтому первое – благодарность за жизнь. Вот именно через них я пришла. И у меня теперь есть какие-то возможности как-то меняться, что-то делать, даже если они не правы, но я через них пришла. Это не оплатный долг. Жизнь – это не оплатный долг. Да, это от Бога жизнь, это несомненно. Но мы приходим в ту или иную семью, потому что мы должны с вами получить уроки именно в этой семье. Поэтому любовь – это очень высокое чувство. Начните с благодарности. Верю в Бога как в некую энергию любви. Как и для чего выбирать одну религию? Я помню, у меня было приблизительно такое же чувство. Мало того, я считала, что религия… Ну, я, кстати, и до сих пор считаю, что просто религия меня вообще не интересует. Религиозность, какие-то ритуалы и так далее. Но когда я услышала, что Господь Бог – это личность, причём с таким удивительным характером. Мало того, это наш друг. И когда я начинала изучать вот такой вот подход, и что можно именно к личности развивать любовь. Потому что если я просто… Энергия – это энергия для меня. Но когда любовь, любовь, как и дружба, она же в две стороны идёт, да? И я действительно чувствую от него, но мне хочется и ему. И вот когда у вас появляется это желание, появляется, ну, как бы, объект любви. Не просто его энергия. Может, мне тоже… Вот я сейчас приехала к своим друзьям в Германию, и мне нравится у них квартира, нравится у них тут много чего есть, в холодильнике есть много чего прекрасного, да? Ну, то есть, везде. А их я игнорирую. Мне кажется, вам бы тоже это не очень понравилось, да? Ну, Господь, конечно, Он вообще без претензий, но, в принципе, когда вы захотите именно с Ним строить отношения, то вы почувствуете персональный ответ от Него. Вот, но это, знаете, это в зависимости от того, что вы хотите. Если вы хотите просто пользоваться энергиями, то эта информация вас расстроит. Потому что одно дело, я хожу по квартире, и даже забыл вообще, что хозяин есть, да? Ну, другое дело, когда я хожу здесь, смотрю, говорю, Господи, ну кто ж таким вкусом всё сделал? Ну, как так всё красиво? Так и мы здесь ходим и говорим, не, ну надо же, вот у меня за окном рябина, какая удивительная рябина, какой красивый жасмин, вот розы, куст роз. Вчера сын маме подарил тут. И я когда смотрю на это, я думаю, ну как, вот каким художественным вкусом надо обладать, чтобы вот такую красоту создать? А закаты, а восходы? Это же удивительная личность. Удивительная личность с удивительным вкусом. А не просто какие-то энергии лично только для меня. Вот тогда у вас появляется совершенно другое настроение. Поэтому вот всё, что вы хотите, просто энергия, или хотите личность, которая, энергия любви, на что появилась энергия любви, должна быть любящая личность. Вот Господь это любящая личность. Почему ком в груди может быть? Не могу никак справиться. Вот здесь сердце живёт Господь. Когда ему что-то не нравится, здесь вот ощущается как тяжесть, как ком, как сжатие. Нужно посмотреть, что ему не нравится в моём поведении, что ему не нравится. Может, я кого-то обижаю, может, я что-то не делаю, что должна была сделать. А как помочь ребёнку уже взрослому, а знания пришли сейчас? Как можно подвести его к духовным знаниям? Да вы просто меняйтесь в лучшую сторону, ребёнок сам это заметит, а потом поинтересуется. Но для этого должно быть время. Потому что, когда мы только начали и вот начинаем доносить какую-то теорию, то нам никто не верит на самом деле. Это вполне естественно, согласитесь. Что делать, чтобы не было накопительной системы, так как боюсь эффекта замедленной бомбы? Не совсем понимаю вопрос. Надо его расшифровать. Как научиться прощать? Прощать — это когда мы с вами понимаем, что этот мир — это такая школа. И в школе нам преподают разные уроки. И для того, чтобы... Вот вы мне даже этот вопрос задали. И вы знаете, вот очень многие люди говорят, что я бы не пришла и не начала бы это изучать, если бы не вот эта боль в моей жизни. И пройдя какое-то время, спустя какое-то время, оборачиваешься и понимаешь, что я благодарен. Благодарен испытаниям. Благодарен тем, через кого мне эти испытания послали, потому что в конечном итоге я вырос из этих испытаний. И люди, они просто играют определенные роли для того, чтобы меня научить. И поэтому, если я понимаю, что я ученик по жизни, то тогда это возможно. А если я думаю, что я пришел сюда наслаждаться, и народ как-то должен постараться, и когда у них плохо получается, вообще обижаясь на них, перестаю разговаривать, гуду и так далее. Но это означает, что этот человек еще пока ребенок. Ребенку сложно сказать, что ты уже тут учишься. То есть дети, они могут всякие творить вещи просто по своему невинности своей. Но для взрослого это уже не невинность, а невежество. Вот поэтому нужно понять, что нам прощать-то в принципе некого, нам просто нужно учиться дальше жить и какие-то изучить уроки. Как относиться к ситуации, когда жена зарабатывает больше мужа? Сложно гордому человеку понять, что я на самом деле не зарабатываю, я просто через меня идет энергия. Энергия финансовая, энергия через меня идет благополучие, или через меня идут какие-то разные другие энергии. И на семью посылаются определенные энергии. Поэтому нужно просто, если через вас идет больше энергии, это означает, что вам больше нужно отдавать, а не больше думать, эх, какая я молодец. Ну то есть, знаете, как проклятие старой цыганки, чтоб тебе возгордиться. И потом мне ни мужа не будет, ни денег не будет, судьба разбита, одиночество. А все начинается вот с такого, что я как раз думаю, надо же, а я зарабатываю больше. Поэтому не гордитесь. Просто, ну, финансы нам даются в семью, для того, чтобы мы сделали что-то хорошее. Вот и все. Если вы больше зарабатываете, больше благотворительностью занимайтесь. Вот. И, ну, как бы, у мужа наверняка есть какие-то другие стороны, которыми тоже можно, ну, как, гордиться. Если мама пьяница, это, конечно, очень тяжелое испытание. Нужно кормить маму освященной пищей. Предлагайте пищу Богу, освящайте, и потом предлагайте маму. Скажите, пожалуйста, что делать? Четыре сестры сейчас все друг друга ненавидят, и никто не хочет ни понять, ни простить. Как исправить ситуацию? Желание не общаться и не поддерживать никаких связей. Ну, можно тоже вот так же, такую же позицию занять, и, ну, как бы, соревноваться в ненависти. Вот. А можно понять, что кто-то может начать... Это, знаете, как Эйнштейн говорил, перестаньте разводить стены, научитесь строить мосты. И вот кто-то потихоньку начинает строить этот мост и не гордится, и ничего не ожидает от других, просто понимает, что больно всем, и наш род сейчас может просто рассыпаться, это деградация рода. Но если хотя бы один человек в роду сделает вот такие вот шаги навстречу, и пусть даже ему будет больнее всех, ничего страшного. Подставьте свое сердце. А знаете, как Робин Даранат Тагор говорил, мы заперли дверь, заблуждением закрыли пути, а истина плачет, мне тоже теперь не войти. То есть в дом, где закрыли двери для каких-то обид, для претензий, в этот дом не может войти истина. Поэтому открывайте дверь и пусть туда входит все, что угодно. И станьте вот этим самым мостом. Кто-то должен это научиться сделать. Наш сын 4 года разговаривает всегда к грикам очень громко. Что это значит? Ну, может быть, вы его не всегда слышите. Подскажите, пожалуйста, у близкого человека не стало мало, но времени мало прошло, почти не прошло, понятно. Там сейчас ей очень плохо. Что я могу сделать, кроме молитв? Ожидание, нужно ли еще что-то? Во-первых, просто иногда напишите какие-то вот таких буквально несколько слов, или наговорите, что, знаешь, вот хожу и помню о тебе. Даже, видите, вы на эфир приходите и говорите. Это означает, что вы носите с собой этого человека. Это означает, что у вас очень доброе сердце. Вот. И благодаря тому, что вы разделяете, подставляете свое сердце, вы разделяете с этим человеком боль, и это дорого стоит. Дай Бог, чтобы у каждого человека были такие люди, которые могли разделить боль. Но человеку каждому, мы не можем сходить за человека в туалет, согласитесь? То есть каждому человеку предстоит пройти какие-то испытания в жизни самому. Вот. А вы как друг просто, ну, будьте рядом. Просто я не знаю, что там. Если это в другом городе, можете отправить по почте что-то. Можете вот какие-то слова теплые находить из сердца, идущие. Вот. Просто поддерживайте. Конечно, молитвы тоже. Мы с вами потихонечку заканчиваем эфир. Я буквально еще на пару вопросов отвечу. Уточните, пожалуйста, как отделить Бога в личность. Бог есть любовь, а она повсюду меня окружает через переводы, и все живое. Я в нем, я его часть. Да, это верно. Это одно из представлений. Есть три представления о Боге. То есть Бог — это энергия. Это факт. Все, что мы видим, это Господь. Это его энергия. Мы с вами тоже его энергия. Живые существа все. Второе — Бог в сердце. И это тоже. Он разговаривает с нами через совесть, через подсказки, через то, что показывает, что не туда. Наоборот, через какое-то ликование внутреннего. свет показывает, что туда. Это Бог в сердце. И еще есть Бог в личность. Это все Он. Это все Он. Вот. Поэтому приходите изучать Бхагавадгиту. И вы познакомитесь с Богом во всех его ипостасях. И с его энергиями, и с Богом в сердце, и с Богом как с личностью. С первого августа начинается занятие. Поэтому, пожалуйста, приходите. И последний вопрос. Добрый день, Марина. Занимаюсь своим обучением. Очень стараюсь. Но каждый раз, когда мой муж говорит резкие слова, снова обижаюсь. Он долго не мог найти работу. Все лежало на моих плечах. Знаете, в каждой семье обязательно будут испытания. Я помню, когда мой муж тоже... У него не было работы. И он, конечно, злился. И злился на меня, что я хожу на работу. И мы были только на... Тогда на моей зарплате. И так далее. То есть, но каждой семье нужно научиться переживать эти трудности вместе. Мы сегодня с вами в Бхагавадгите читали. Счастье и несчастье приходят, как зима и лето. Нужно научиться терпеливо переносить это. Вот. Поэтому научитесь терпеливо это переносить, и то, что он резкие слова говорит, это говорит о том, что он внутри сам ранен. И поэтому он, как бы, сейчас у него такой период. Помогите ему его пройти, как жилье. И когда-то у вас будет не очень хороший период. Пусть вам помогут. А то, что мужья бывают часто резкие, это факт. На себе знаю. Ничего страшного. Можно пережить. Это очень интересно, что кто-то плачет, что нет мужа, кто-то плачет, что есть муж, но резкий. Да, то есть, и все время человек чем-то недоволен. Нам нужно учиться терпеливо это все переносить. Спасибо вам большое. И я еще раз хочу пригласить вас. Если вы хотите многие вещи, вот я можно вам еще буквально несколько стихов зачитаю. Лучше, это Бхагавадгита, глава 18. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие обязанности. Исполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. И теперь нужно понять, а что ж такое природа, да, какая она, моя природа. Тоже это все нужно изучать. Всякое действие дальше, это вот я буквально подряд читаю, такие вот выделенные стихи, без комментариев пока читаю. Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому о сын Кунти никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли. И действительно, все, что мы делаем, там обязательно есть что-то несовершенное. Это не повод отказываться от исполнения обязанностей. еще буквально пару стихов, чтобы вы знали, с какой... постичь меня, верховную личность Бога, такой, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога.